Моя Родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Так, здравствуйте, друзья. Сегодня у нас, кажется, среда, кажется, шестое ноября. Идет снег, вот. Он уже был, уже успел растаять, снова идет снег. Вот. Идет заготовка черенков. Вот это я уже готовил позавчера. Посмотрите, сколько ценного осталось. И уйдет костер. Вот. Ну, я принципиально выбрасываю вот такую вот верхнюю половину веток для того, чтобы не пособить вам туфту. А настоящие черенки, вот они. Смотрите. Видите, мы все о них поговорим. Вот. Розмарин супер сорт. Это коричная. Просто отличный сорт. Вот. Сейчас только нарезал их совсем мало у меня. Антоновок. Видите? Ну, сейчас еще на том участке посмотрю. Вот. Видите, какие они короткие? Они. Вот мерка. Смотрите. Вот эта мерка. Вот. Где-то около полуметра. И все, что не затягивает до этой мерки, я кладу вместо одного, две. Чтобы не обидеть человека, который с такого маленького черенка получит всего один-две черенка на прививку. То есть, тогда вот таких, получается, я кладу две. Это не все. Вот он, длинный черенок. Смотрите, какой. Вот. Я тогда что делаю? Беру секатор. Видите? Он умудряется за один год. Вот это один год. Ну, тут полтора метра. Он умудряется уже заложить цветочной почкой. Вот она. Смотрите. Убираем. Ну, получается, сократили маленько. А вот опять. Не то. Еще сократили. Еще сократили. И вот отсюда пошел черенок. Сейчас я его отрежу. Конечно, плохо без оператора. Вот он, черенок. Мерка. И теперь смотрите, докуда. Вот мерка. Видите? О. А вот это вот. Мне такие присылали горкушки. Это сюда. Это все сюда. Вот, поняли, да? Итак. Это я оставил специально. Это тоже коричное. Вот я кладу коричное. Вот это и есть качественная работа. Теперь так. Секатор в карман. Пойдем, походим по саду. А вы что, расселись? Съели целый килограмм. Не хватило. Вот. Что делать? Зато, я надеюсь, они любят шариться по саду. А так как кормить каждый день я их не могу, то получается, что я надеюсь, что они постепенно научатся ловить мышей. Значит, сейчас мы, раз речь пошла о яблонях, давайте подойдем к яблоням. Видите, это я костер буду жечь. Видите листья? Значит, их срезали живыми. Мертвых у меня не было. Вот. А почему? Ну, вот смотрите. Это огород. Мне пришлось выпилить мощный абрикос. Видите? Он не сдается. Он снова лезет. А выпилил, потому что отсюда тень падала на огород. И меня съели. Я даже похудел в отчаянии. Что еще могу увидеть? Да я люблю про все рассказывать. Вот. Это сиениц. Смотрите. Откуда он здесь делся? Сказать? Правильно. Дело в том, что здесь, под этим самым, здесь еще, вот он холмик, вот он, холм. А на верхушке холма, внимание, вот показываю. Смотрите. Еще один пень. Вот он пень. Здесь росла, рос жаждель. С него падали косточки. И одна из них проросла. Вот она. Значит, я ее, так как я все-таки садовод, они вообще, вот, пока ее никто не замечает, собственников, которые едят меня понемножку. Вот. А вдруг, пока его не замечает, он мне еще, может, весной пересажу, у меня будет еще одна жерделина. Вот. Но это так, как приходится хитрить в собственном саду. теперь, я сейчас только, может быть, и не снимал бы этот фильм, но я наткнулся вот на это вот. Растаял. Растаял снег, и опять оказалось, что здесь немного, но все-таки здесь яблони. я их не собираюсь, это готовые на семена. У меня отложенные на еду. Я не жалуюсь. Вот они такие вот. Вы уже нам догадались, что это. Правильно. Это бельфор китайка. У меня тут два дерева бельфор китайки. Я еще раз говорю. Ребята, а резать только на черенки. Все! Почему? Вот две бельфор китайки. Я повторяюсь, но я вынужден это делать. Первая бельфор китайка. Смотрите. Вот. На ней страшные, гибельные следы. Видите? Я режу с нее черенки. Вот еще ветка умирает. Резал черенки. Согласны? Когда я замазываю, это значит, что это за черенки. Вот. Видите? 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 Все умирает. И там еще, вон там еще такая ветка. Я уже не пойду туда. Еще вон она такая ветка. И еще таких. И вон там еще. Везде, где режу. А вот это, здесь, кстати, урожайчик был так себе. Вон там, под листвой парочка лежит. Вот. Ну, чтобы не казаться голословным. Вон они, смотрите. Под листвой. Вот они. Вот. Ну, еще тут несколько. Здесь был слабенький урожай. А вот здесь я уже несколько раз снимал. Потом собирал. Опять что-нибудь снимал. В чем разница между этой бельфорки так и этой. А разница в том, что я здесь не резал черенки. А вот здесь есть две-три раны. Но это уже для избранных. Знаете, когда не могу отказать. вот. Вот. И вот получается. Не режьте. Ради Бога. Умоляю. И тогда у вас будет вот такие урожаи. Здесь собирали ведро за ведром. Ведро за ведром. Ведро за ведром. Вот. Я каждый раз показывал. Вспоминаю. Я щедрый человек. Напоказ. Виртуально угощаю всю страну. Вот. И все так же и так же. Пожалуйста. Не колеси деревья. На этом дереве нет мертвых вед. Ни одной. Я к нему не подходил с секатором. Не считая вот раз, два, три, четыре. Это я был вынужден. Потому что все-таки я всем отказать не могу. И судя, которым не откажешь. Вот. Есть такой. Сейчас я привет передаю Семену Заике. Это из-за него я тут мокну, мерзну. Потому что дождь перешел в снег. Видите? Вот он. И я поехал в деревню. Что Семен мне написал? Все крупноплодных яблонь, черенки. И вот хожу я, хожу. Ну, понятно. Тут уж не сомневаться нельзя. Это прекрасные, вкуснейшие яблоки. Лучше сорт Мичурина. Вот. Это бельфер китайка. Вот два дерева. Одно и второе. А вот это дерево у меня нет бирки. Мне прислали черенок. Я его использовал. Как? Очень просто. Значит, я на нем взял и привил заилийское. Оно дало несколько яблочек, показало себя с лучшей стороны. Вот. и на скелетную привитку от нее толку мало. Попробуй с нее нарежь. Ну, может быть, может быть, для Семена вот эту веточку срежу и и вот эту веточку срежу. Может быть. Засчитаю за одну. Раз. Потом, что же это за дерево? Вот смотрите, какие черенки прекрасные. Да? Вот. Вспоминаем. Прошлый год, как я ее продавал? Вот. Посмотрите, сколько ран на ней. Правильно. Сорт загадка. Было? Такой. Что в этот раз я? Я срежу несколько черенков. Один из них пойдет Семену. Бирки нет. А мне же не присылают ту-хту. Единственный случай за все годы, когда прислали черенок, а может, подарили, а может, поменял. Сергей Железов, сын. И выросли ранетки. А на нем написано фонарик. Вот этот фонарик оказался вот такой вот. И стоит это дерево. И даже с него плоды не собирали. Вот. Но в основном присылают, как правило, качественные. Будем надеяться, что Семену за ики качественные будут. И еще Семен. Ну, бедушка 200 рублей. И вот. Я уже точно лишние три нарежу. Ты уже заплатил за эти черенки плюс еще три черенка. Еще придется, если ты такой заводной, 600 рублей платить, ты подвесся. И я сейчас пойду на тот участок и покажу. Может быть, в качестве кусочка фильма может просто позвоню тебе и скажу. А вот тебе еще, а вот тебе еще. Вот так вот. Тут есть еще у меня одна вещь, я сейчас только вспомню. Вот завел меня. Есть же у меня список. Нормальный список. Я тебе 16 насчитал. Живи и радуйся. А сейчас схожу, мерзну. Вот. Кстати, мимо персиков прохожу. Но это отдельная тема. Вот это отдельная тема. Это подготовка к зиме. Вот. Все не укрываю, но некоторые укрываю. Вот он. Жалко резать. И ветки. Я так обрадовался, что ветки короткие. Поэтому резать не буду. Это якобы истинный Golden Derish. Потому что мой Golden Derish вот он. Плоды. 500-550 грамм. Вот. Самые маленькие плоды. Вот. Это мы побрезговали, когда собирали. Вот видите. Это мы побрезговали. Вот. И хотя это не Golden, я его переименовал. Был Golden Derish, но оказывается, он не настоящий Golden. Правильно я его назвал Golden клон железа. Почему нет? Он такой же красивый, золотистого света. Слово Golden переводено с английского золотое. Ну, подходит, подходит. Вот. И потом, при чем тут название? Главное, что мне прислали шедевр, а то, что название немножко. Вот. Вот вам, пожалуйста, еще познакомлю с одной яблони. Вот. Наверное, я, ох, заразоверю тебя, Семен. Наверное, это, я его полностью оставляю в Сергею Железову. Это папировка. Вот. Я ему сейчас написал, будешь папировку или не будешь в качестве, в качестве саженцев продавать, то есть, заготовлять черенки. Посмотрите, сколько их тут. 20-30 отличных черенков. Видите? Вот. Специальная обрезка была сделана. Видите? Ради вот этих черенков. Вот. Ну, ладно, Семен уговорил. Ты как сказал? Все, сколько есть. Ладно, я тут отрежу одну ветку и пусть она будет твоя. Это папировка. Вот. А всем говорю, нет у меня папировки. Нет, чтобы не дразнить людей. Вкусные, самые первые яблоки. Вкусные, сладкие, ну, чуть-чуть, может, с кислинкой. Летние, ранние. Вот. И сейчас, что же еще? Здесь у меня будет, это будет анонс еще одного фильма. Посмотрите на это дерево. Вот. Кстати, вот, Антоновка валяется, уже никому не надо. Вот. Видите, какие Антоновки. Сколько тут был рожай? Я только уговорил, уговорил. Ну, вы ведерко, вы ведерко. Ну, вы видели это на фотографиях. Вот, смотрите. Перосты. Страшные перосты. Мощные перосты. У основания, смотрите. А ведь это самая ценная часть. Как быть? Ведь никто не сможет сделать косой срез. А я в чем говорю. Чем ближе к основанию, тем мощнее саженец. Вот это взять. Вот это взять. Вот это взять. Ну, хорошо буду вот такие отрезать. Все, это тема другого разговора. Сейчас еще оглянусь. Оглянись, прохожие. Так. Колновидное. Ни одного черенка не резал, не срежу. Если бы я черенки резал, уже бы этих яблоней ни одной бы не оставалось. Это последнее. Я ими перестал заниматься. Это третье поколение. Вот, видите. Вот колонна. Вот колонна. Вот колонна. Вот яблочко показать, что ли. Вот колонна. Ну, это какая-то фальшивая колонна. Она колонна. Или влияние по двое. Ну, назвать ее колонной это очень сложно. Вот. Ну, тут это венгерка тут случайно влезла. И вот, наконец, пока моя главная колонна. Вот она. Да, в этом году было три ведра. Обычно два. Два с половиной. Вот. Вот так они выглядят. Они вкусные. Вот видите. Последнее осталось. Вот так они выглядят. Называется колоновидная баргузина. Вот она. И я на ней черенки не режу. Если бы я резал черенки, они обдавали бы приросты. А так она уже и просто не дает. И уже при всем желании с нее ничего не срежешь. И слава богу. Вот. Тут на медне показали еще вышел один ролик свежий. Как я режу колоновидные яблони. У меня в сердце сразу замерло. Как это резать колоновидные яблони. А она вот так вот первый год, второй год, на третий год взяла вот так вот. Вот. Верхушка то ли подмерзла, человек сам говорит, автор, хозяйка, что было так и так. Верхушка или отломилась или подмерзла. Пошло три. Давай два отрезать. Я сам говорю, как? А как они понять не могут, что колонна больше двух-трех лет колонна остановишь там. Плодов не дает. Два-три года все. Все, ребята. Все, все, все. Вот. И обязательно отдать боковые ветки. Тогда она теряет право называться колонной. Ну, так и не мороси людям голову. Вот. Все. Про колонны поговорили. И если бы не вот эти три игрушки последние, вот, этот сорт называется Московское осеннее. Нет, сейчас, сейчас. Ага. Московское осеннее. Вот она. Как видите, залежала до зимы. Я уже можно смело называть даже зимний. Ну, уже, правда, мягкая, дряблая. Вот. Это для меня новый сорт. Я его использовал как в третий этаж. Вот он, третий этаж. Одна прививка не пошла. Вторая пошла. Ого, ого, ой, как пошла. Это, знаете, что такое? Это мне прислал очень хороший человек, вот эта прививка. Присыл ее как красномясая груша. Посмотрим. Ну, а что касается московской осенней. Ветка, 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 ну, пять-шесть веток есть, но я еще не решил, калечить или не буду калечить. У меня груш очень много. Вот, и сортов очень много. Использую так же. Смотрите, видите, захотел, использую третий этаж как второй этаж, как полевой подвой для третьего этажа. Вот еще, пожалуйста. Вот еще одна. Видите, вот такая. Ну, если такой прирост метр двадцать, значит, удачно приняла. А вот эта не приняла. А это нормально, я считаю. Вот. Никто не откажет мне в умении поливать. Когда-то я поливал питомники из ста девяносто восемь, девяносто девять. Вот. Причем мощь, все мощные, не какие-то там карлики вроде. Вот. И, пожалуй, на сегодня все. Ну, а так как еще, да, уже время заканчивается. Осталась одна минута. Еще раз говорим, что пришло время сиренки заготовлять. Я заготовляю. сказать, что ажиотаж, в прошлые годы был ажиотаж. Вот. К этому времени было человек двадцать, тридцать, уже ждали своей очереди. А в этом году очереди нет. Значит, все слабее, слабее, слабее сиренки. С удовольствием наша российская. Вот. Но я еще не теряю надежды. Благодарю за внимание. Это будет, наверное, вторая серия. Третья серия будет, первую я снял, третья серия уже с какими-то тонкостями, секретами будет за столом, за компьютером. Третья серия